Цыпленок бьется в отчаянии об стену головой и кричит «Не может быть! Не может быть!» Мама его спрашивает «Что случилось, сынок?» Он говорит «Мама, мой папа петух?» Курица говорит «Конечно, сынок!» Тот говорит «Не может быть! Не может быть! Какой позор!» Если день начинается хорошо, то закончится плохо. А если день начинается плохо, то закончится еще хуже. Мужик забегает с ужасом в кабинет врача и спрашивает «Доктор, доктор, какие симптомы сифилиса?» Доктор говорит «Краснеет и шелушится». Фу! Слава богу, пронесло. У меня почернел и отвалился. Приходит покупатель в магазин с куском сыра и говорит «Вы мне вместо швейцарского сыра продали голландский». А продавщица спрашивает «А вы с ним разговаривали, что ли?» «Вы любите Битлз?» «Да ничего особенного. Фальшивят, голоса противные». «А какие песни вы слушали?» «Не, я сам не слушал, мне сосед напел». Провалился охотник в берлогу. Видит, никого нет, только маленький медвежонок на горшке сидит. Охотник спрашивает «Мама дома?» Тот говорит «Нет». «Папа дома?» Тот говорит «Нет». Охотник скидывает ружья и говорит «Ага!» Медвежонок кричит «Бабушка!» Хочешь сидеть на шее? Раздвигай ноги. Муж чистит зубы, заходит жена и говорит «Вань, мама с балкона упала». Он в ответ «Сколько раз тебе говорить? Не смеши под руку». В аптеке «У вас есть какие-нибудь гормональные противозачаточные средства или на худой конец презервативы?» «На худой конец вчера вьетнамцы разобрали». Авианосец возвращается в свой порт после длительного плавания. Накануне один моряк дает радиограмму жене. «Шесть месяцев без секса. В твоих интересах прийти меня встречать прямо к трапу». Приходит ответ «Шесть месяцев без секса». «В твоих интересах сойти с трапа первым». Зануда – это человек, с которым лучше переспать, чем объяснить, почему этого делать не хочешь. Посадили мужика в тюрьму. Он у своего адвоката спрашивает, типа, ну как сделать так, чтобы отсидеть королем, чтобы все уважали? Адвокат ему говорит «Но ты войдешь в камеру, у тебя спросят, по какой статье сидишь. А ты им 129-й пункт Б». Мужик так и сделал. Все нормально, отсидел в авторитете, вышел на волю. У него братва спрашивает, по какой статье сидел. Он ему говорит «129-й пункт Б. Изнасилование скота со смертельным исходом». Мужчина пришел к психиатру и начал отряхивать руками свитер. «Доктор, по мне бегают какие-то маленькие беленькие крокодильщики. А что вы их на меня-то бросаете?» «Недавно я извел в унитазе всех микробов. Теперь в туалете и поговорить не с кем». Д'Артаньян обнимает и целует Миледи. Вдруг у нее сползает платье с плеч. Д'Артаньян видит лилию на левом плече и отскакивает с возгласом. «Миледи, да вы блять! Вы лох, Д'Артаньян! Это Адидас!» Для чего предназначена бороздка, разделяющая таблетку на две половинки? Если человек болен и не может глотать, таблетку вставляют в жопу и закручивают отверткой. Сколько человек у вас на фирме работает? С начальством 15. А без начальства? А без начальства никто не работает. «На лекции в медицинском институте». «Профессор, также в семени мужчины содержится большое количество глюкозы». «Студентка, профессор, вы имеете в виду такую же глюкозу, как и в сахаре?» «Профессор, совершенно верно». «Студентка, тогда почему она не сладкая?» Все заржали, девушка покраснела, а преподаватель невозмутимо ответил. «Потому что, дорогуша, вкусовые рецепторы, отвечающие за сладкий вкус, находятся на кончике языка, а не на гландах». Вопрос. Чем отличается сбитый гаишник от сбитой собаки? Ответ. Перед сбитой собакой виден след торможения. Что общего между интернетом и пенисом? Те, у кого он есть, ведьмам не хотели бы с ним расстаться. Те, у кого он есть, считают тех, у кого его нет, низшими существами. Те, у кого его нет, признают, что эта штука неплохая, но не понимают, почему вокруг него столько шуму. Те, у кого его нет, не против его попробовать. Он был задуман для передачи информации, существенной для сохранения вида, а превратился в забаву. Если не принять мер предосторожности, то от него можно подхватить вирус. Какова вероятность встретить динозавра на Красной площади? Мужчина – одна миллиардная. Женщина – одна вторая. Мужчина спрашивает, почему? Женщина, ну как почему? Либо встречу, либо нет. Стоит прилично одетый мужчина в Нью-Йорке возле небоскреба и курит. Подходит к нему журналист и говорит. Здравствуйте, я корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Можно задать вам несколько вопросов? Да, задавайте, я в принципе не спешу. Вот вы курите. А простите, как долго вы курите? Ну, вы знаете, мне сейчас 43, а я курю с 16 лет. И какие сигареты вы курите, если не секрет? Да не секрет, Мальборо. И последний вопрос. Сколько сигарет в день? Ну, пачки полторы-две. Журналист достает калькулятор, что-то считает и снова обращается к мужчине. Вот вы знаете, если бы вы не курили, то на сэкономленные деньги вы могли бы купить вот этот самый небоскреб. Серьезно? А вот вы сами курите? Нет, не курю. И что, небоскреб у вас есть? Нет, небоскреба у меня нет. А я курю, и этот небоскреб мой. Учительница в школе. Дети. Как вы считаете, какое самое эротическое число? Вовочка, не задумываясь. 21 593. Учительница ошумлена. И почему уже? Вовочка, ну если двое думают об одном и том же, то самое позднее, через пять недель, они поймут, что через девять месяцев их будет трое. Наса, наконец-таки, обнаружила причину неполадок марсохода Opportunity. При детальном исследовании оперативной памяти марсохода были найдены текстовые фрагменты. Enlarge your penis и центр американского английского. В городе произошло ДТП. Столкнулись десять мерседесов. Проезжающий мимо водитель запорожца скончался от смеха. Учительница в конце года спрашивает у учеников, как можно унести два арбуза. Вовочка тянет руку. Учительница говорит, Вовочка, посиди. Нечего нам конец года портить. Тут стоит Танечка и говорит, я бы взяла один арбуз в одну руку, а другой в другую. Молодец, Танечка, говорит учительница. А как можно перенести три арбуза? Вовочка опять тянет руку. Нет, Вовочка, ты посиди, говорит училка. Встает Вася и говорит, я бы взял один арбуз в одну руку, другой в другую, а третий бы насадил на мужское достоинство. Что это такое, возмущается училка. Если бы это сказал Вовочка, я бы еще поняла. Тут стоит Вовочка и говорит, а я бы смог взять пять арбузов. Училке стало интересно, как же это. Он говорит, один бы я взял в одну руку, другой в другую, а на свое мужское достоинство я бы насадил Васю. Вам противно видеть каждый день бактерии на ободке унитаза? А представьте, что видят каждый день они. Идет урок, и училка задает домашнее задание. Сидоров, расскажешь, кто живет в Японии. Петров, расскажешь, кто живет в Китае. А ты, Вовочка, расскажешь, кто живет в Сирии. На следующий день училка ведет опрос. Сидоров, кто живет в Японии? Японцы, Марья Ивановна. Петров, кто живет в Китае. Китайцы. Так, ну, Вовочка, узнал, кто живет в Сирии. Да, карлики. Почему? А я у мамы спросил, кто живет в Сирии. А она ответила, мне до пизды. Я померил 70 сантиметров. Парень и девушка сидят на скамейке в парке. Парень без конца причесывается, 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 причесывается. Девушка спрашивает, что ты все время причесываешься? Да вот, как представлю, что тебя еще трахать придется. Волосы дымом встают. Перед свадьбой сын приходит к матери и спрашивает совет о первой брачной ночи. Она говорит, у тебя есть носик, ты его засунь в дырочку жене, а дальше вам поможет сама природа. На следующий день невестка звонит и говорит, что вы ему посоветовали. Мать спрашивает, а в чем дело? Ваш ненормальный сын засунул свой нос мне в жопу и орет, природа, помоги, я задыхаюсь. Когда двери уже закрывались, в электричку вскочила девушка, держа в руках симпатичные трусики. Где дают, сплошились женщины. Сама дала, не успела надеть. Сидят сын грузин и отец грузин болтают. Сын, папа, а если я трахнул женщину, которая раком стояла, то это какой женщина? Отец отвечает, это роковая женщина, сынок. Папа, а если я трахнул женщину, которая просто стояла? Отец, это стоящая женщина. Сын, папа, а если меня отъебали на мешках с изюмом? Отец, ты просто изумительный мальчик. Встречаются две женщины. Одна другая спрашивает, как дела? Вторая говорит, замечательно. Ты знаешь, любовник обещал купить мне норковую шубу. Потрясающе! А еще он обещал мне купить ягуар. Потрясающе! А еще мы с ним едем отдыхать на Канарские острова. Потрясающе! А что у тебя нового? Я учусь в школе хороших манер. И чему ж там учат? Ну вот, например, на последнем занятии нас учили вместо непизди говорить потрясающе. Сообразили два зайца в лесу на пузырек водки, а закуски нету. Решили пойти к вороне. Нашли ворона на ветке, а в клюве у нее сыр. Привет, ворона! Она молчит. Выпить хочешь? Да! Сыр падает, и зайцы съебываются. На следующий день опять с бутылкой и опять к вороне. Ворона, выпить хочешь? Молчание. Заяц, наливая в стакан, спрашивает. Столько хватит? Да! Сыр падает, зайцы съебываются. На третий день снова с бутылкой к вороне. Ворона, выпить хочешь? Тишина. Заяц, наливая в стакан. Столько хватит? Молчание. Ворона, ты что, думаешь, мы тебя наебать хотим? Да! Шла, шла Красная Шапочка по лесу. Вдруг видит, сидит Серый Волк под деревом. Какие у тебя большие глаза, Серый Волк, сказал Красная Шапочка. Серый Волк сорвался с места и убежал. Идет Красная Шапочка дальше, перешла ручеек лесной. Вдруг видит, Серый Волк за пеньком притаился. Какие у тебя большие уши, Серый Волк, сказал Красная Шапочка. А Серый Волк только зык на Красную Шапочку и сбежал. Идет она дальше, пробирается через Чищобу. Вдруг, глядь, в Чищобе под сосенкой Серый Волк сидит. Какие у тебя зубищи, Серый Волк, воскликнула Красная Шапочка. Да еб твою мать, ты что, посрать мне дашь или нет, а? Спросил Серый Волк. Молодой парень в кафе пьет кофе и смотрит на красивую девушку за соседним столиком. Наконец решает подойти. Девушка, а можно к вам присесть? Девушка на все кафе. Да не буду я с тобой спать! Люди оборачиваются, улыбаются. Парень покраснев возвращается к своему столику. Тут к нему подсаживается эта же девушка. И говорит, вы, конечно, извините, но дело в том, что я психолог и пишу диссертацию на тему поведения разных типов людей. В неадекватных ситуациях. Парень внезапно на все кафе. Что? Двести баксов? Винни пух с голоду. Медленный, чувственный танец. Она, прижимаясь к партнеру, страстно. Я немного волнуюсь. Мне кажется, что мое декольте слишком глубоко. А вы как думаете? Он, заглядывая в декольте, осторожно. Э-э-э, по правде сказать, да нет, нет. А что это у вас, волосы на груди? Она в кокетливом ужасе. Да что вы такое говорите? Конечно, нет. Он. Да. Тогда, пожалуй, немножко глубоковато. Вы холостяк и питаетесь одними пельменями? Вы легко можете разнообразить свое меню. Приготовьте себе блины с мясом. Для этого возьмите скалку, пельмени и каждый раскатайте до толщины 1 мм. В один монастырь приехала комиссия, составленная Святейшим Синодом из настоятелей других монастырей. Один из членов комиссии пришел к местному настоятелю и с изумлением сказал, что монахи во время молитвы курят. Ну и что же? Как что? Наш монастырь запрашивал Святейший Синод, можно ли кувырить во время молитвы. И что же вам ответили? Что нельзя? Вот. А мы спросили, можно ли молиться во время курения. И они нам сказали, можно. Видите, все зависит от постановки вопроса. Обкуренный ежик подходит к норке и кричит. Засранец! Засранец! Из норки, понятное дело, выбегает зверек и ежику поеблищу. Хресь! Хресь! Сколько раз говорите, что я не засранец, а опоссум! Муж с женой сидят в ресторане. Муж как треснет ножом по мясу, оно отлетает жене на блузку. Жена строго. Петр! Ну посмотри! Я выгляжу как свинья! Да, я знаю. Кстати, блузка у тебя грязная. Компьютерщик – это единственный человек на свете, который может попросить у начальника 200 баксов на память и их получить. Кому приятнее во время занятий с сексом? Мужчине или женщине? А когда вы ухо чешете пальцем, кому приятнее? Пальцу или уху? Оперный театр. Три минуты до начала спектакля. Дирижер ищет первую скрипку. Кто-то говорит, что видели его в сортире, сидит, мол, там на подоконнике и дрочит. Дирижер бегом в сортир, с ноги вышибает дверь в кабинку, смотрит на всю эту хрень и в ужасе кричит. И это моя первая скрипка. Локоть выше, кисть свободнее и от себя резче, резче с пренебрежением. Идет Илья Муромец. Перед ним камень. Налево пойдешь – коня потеряешь. Направо пойдешь – жизнь потеряешь. А прямо пойдешь – станешь пидорасом. Да ну нахуй! – воскликнул Илья. Кто, мол, меня богатыря пидором сделает? И пошел прямо. Глядит, в конце пути огромный такой стол, жратва везде валяется, пустые бутылки из-под водки. Короче, после жуткого бухалова. А рядом пруд, и в него тремя головами опустился змей Горыныч и воду пьет. Сушники с похмела утоляет. Илья, не теряясь за меч, одну голову – хрясь, вторую – хрясь. Третий подымается и хриплым голосом говорит. Ну и кто ты после этого? Пидорас! Скакал Илья Муромец три дня и три ночи. Скакал, 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 скакал. Пока у него скакалку не отобрали. Комиссия в урологическом отделении. Заходит в одну палату. Медсестра делает минет пациенту. Они спрашивают, что это? Новый метод лечения. Предупреждение застоя спермы. Аутоинтоксикации. Заходит в следующую – пациент в колено-локтевом положении, сзади санитар. Комиссия в новом вопросе. И это тоже новый метод лечения. Массаж простаты. Перпектум. Предупреждение аутоинтоксикации. Так и почему методы разные? А первый – по ДМС, то есть добровольное медицинское страхование. А второй – по ОМС, обязательно медицинское страхование лечится. Во время очередной перезагрузки марсохода «Спирит» русские хакеры заразили его вирусом. Теперь марсоход роет себе могилу в марсианском грунте. Поймал Герасим золотую рыбку, и теперь у него есть корова, две лыжные палки и большая пушистая грудь. Вернулись три медведя домой. Младший медведь говорит. «Кто ел из моей тарелки?» Папа тихонько одним глазом пристально посмотрел на свою тарелку и как заорет. «А кто ел из моей тарелки?» Мама тихонько сказала им двоим. «Заткнитесь, дебилы! Я ведь еще не готовила!» Выходит Колобок из душа, напарившись хорошенько, и говорит. «Черт, забыл голову помыть! Блин!» Муж с женой, прожившие вместе около года, идут по улице и вдруг видят рекламный плакат с изображением стиральной машины и надписью. «Стирает быстрее и эффективнее, чем десять домохозяек!» Она думает. «Хоть бы он понял, что пора наконец избавить жену от лишних хлопот!» Он. «Лучше бы я год назад приобрел стиральную машину!» «Даже если вас съели, у вас есть два выхода!» Утром на работу едет пьяный мужик, и вдруг он дыхнул на бабу. После непродолжительной паузы баба закричала. «Фу! Утро! А уже нажрался!» Он отвечает. «А я что, не жравший должен на работу ехать?» Карабас-барабас сидит в кресле-качалке возле очага в коморке папы Карла. Кует кубинскую сигару. В камине догорает буратино. На вертеле жарится пес Артемон. В углу сидит мальвина с разорванным ртом. Карабас затягивается. «Это просто праздник какой-то!» Сидит заяц и плачет. К нему подходит козел и говорит. «Слышь, ты чего плачешь?» «Да вот, — говорит заяц, — у меня отобрали права!» «Погоди, — говорит козел, — я пойду и принесу!» Заяц говорит. «Не, не ходи!» «Петух пошел — не получилось!» «Медведь пошел — не принес!» Возвращается козел с правами. Заяц спрашивает. «Как же тебе удалось забрать права?» Козел говорит. «Слушай, я пришел, а там все свои!» Перед Новым годом дочка просится у мамы пойти на ночь к подружке. Мама отвечает. «Представь себе, будете вы там веселиться, подойдет к тебе привлекательный парень, станете танцевать, он тебя затанцует в комнату, вдруг потушит свет, ляжет на тебя и опозорит твоих родителей». Но девочка все же убедила отпустить ее к подружке. Утром приходит и рассказывает. «Представь себе, мама, все вышло, как ты и говорила. Мы веселились, веселились, вдруг ко мне подходит симпатичный парень, мы начали танцевать, он завел меня в комнату, свет потух, и тут я вспомнила твои слова и легла на него и опозорила его родителей». Пьяный волк подползает к норе и орет в нее. «Эй, хуйня, выходи! Хуйня, выходи!» Из норка вылезает зверек и жалобно пищит. «Я не хуйня, я выхухоль! Буду я всякую хуйню на вы называть!» «Умом России не понять, пока не выпито 0,5!» Сидит заяц на берегу реки и накуривается. Подплывает к нему бобер и говорит «Заяц, заяц, дай попробовать!» Пустил ему заяц париков, бобер вдохнул и нырнул под воду. Выныривает на другом берегу, а там бегемот. Бобер говорит «Представляешь, бегемот, на том берегу заяц всех накуривает!» Бегемот поплыл, выныривает около зайца, у зайца при виде бегемота глаза на лоб полезли. Он говорит «Слышь, бобер, ты уже выдыхай! Выдыхай!» Шведская тройка — это один мужчина и две женщины, а русская — один мужик и три лошади. «А вы как на телевидение завода попали? Блат?» «Какой Блат? Сестла!» Муж с женой занимаются любовью. Жена спрашивает «Вась, ты меня любишь?» Муж отвечает «А я что делаю?» Дороги у нас становятся все лучше и лучше. Танки уже не застревают. Кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются у бледей. Почему же они не вьются у порядочных людей? Потому что у бледей деньги есть для бегудей, а порядочные люди тратят деньги на бледей. Приходит еврей в отдел кадров и спрашивает «Моя фамилия Рабинович, вам нужны такие специалисты?» «От любви до ненависти одна бутылка». Приходит мужик к врачу и говорит «Доктор, у меня кисть руки позеленела и пальцы не разжимаются». «Доктор, да это хуйня, хуйню мы не лечим». Через неделю опять этот же мужик приходит к врачу «Доктор, у меня уже вся рука позеленела и не двигается вообще». «Доктор, это хуйня, хуйню мы не лечим». Через месяц мужика привозят на инвалидной коляске и он говорит «Доктор, я уже весь зеленый и не могу двигаться». Доктор, почесав затылок, говорит «А вот это пиздец!» «Пиздец он вообще, дайте ли, неизлечим». «Мой сын просит руки вашей дочери». «А что, у вашего сына нет руки?» «Есть, но она уже устала». «И создал бог женщину». Получилась зверюшка хитрая, но занятная. Страстные женщины хороши до безобразия, а также во время безобразия и после безобразия. Идет браконьер по берегу озера, а на плечах две огромные щуки тащит. Тут его рабнадзор останавливает и говорит «Мол, попал ты, дядя!» А браконьер отвечает «Мужики, не поверите, я этих щук с детства знаю». Они говорят «Как это?» «Ну, понимаешь, открываю я как-то банку с икрой, а там два малька. Ну, я их в этой баночке вырастил, кормил их, кормил. Они выросли, места, естественно, мало стало. Посадил я их в трехлитровый баллон, там кормил, и там места стало мало для них. Пересадил их в ванну, и там кормил. И вот, наконец, и ванна для них стала мала. Я пришел на берег озера и отпустил их. Теперь прихожу, свистну, они приплывают, я их покормлю, и они уплывают. Не верите? Хотите, покажу? Ну, рабнадзор в недоумении. Говорит «Ну, покажи». Мужик подходит к озеру, выпускает щук и стоит курит. Рыбнадзор говорит «Ну, свисти». То говорит «Нахуя?» Ну, щук кормить. Каких щук? Сын родился. Серегой назвали. Жена узнает – убьет. Как тебя жена называет? Обезьяной. А почему? Потому что от меня произошло несколько человек. Приезжает мужик с женой в отпуск в Испанию. В один из вечеров муж уходит в бар и, вернувшись через час, не застает жену в номере. Он выходит в коридор и у горничной спрашивает «А где моя жена?» Она говорит «Твоя жена пошла к дону Педро». Мужик начинает возмущаться, кричать «Кто такой дон Педро? Где он живет?» Горничная называет ему номер. Он туда тихонечко входит и крадется к двери в комнату. Заглядывает, играет тихая музыка, роскошная кровать. На ней загорелый, стройный, красивый, мужественный дон Педро. Открывается дверь душа и выходит его жена. Бледная, растрепанная, живот, грудь отвисшая. Мужик смотрит и думает «Господи, как же перед доном Педро-то неудобно!» Ученый говорит сыну, получившему на уроке пять по математике. Молодец, сынок. Знание – сила. Художник дочери, получившей пять по рисованию. Молодец, дочка. Талант – это признание. ГИБДДшник, глядя в дневник с двойками, своему ребенку. Ничего, сынок. Дурака дорога кормит. Знаешь, врач вчера мне сообщил радостную новость. Я беременна. Поздравляю. Ты же придумала имя будущему ребенку? Нет. Пока еще думаю над отчеством. Турист спрашивает гида. А почему генерал на памятнике изображен в такой странной позе? Гид говорит. Да вы понимаете, он должен был быть на коне, но у муниципалитета денег на фигуру коня не хватило. Девушка звонит своей подруге. Манька, ты птичье молоко любишь? Да. Тогда давай, вали ко мне быстрее. У меня тут два орла сидят. Сидят в ресторане два мужика, и один говорит. Видишь, за соседним столиком две симпатичные дамочки. Давай к ним подсядем. Давай. Только подождем, пока не расплатятся. Иностранец останавливается в гостинице провинциального городка, вечером спускается в холл и спрашивает у партья. Ну что, дружок, у вас тут ночная жизнь есть? Тот говорит, есть. Только у нее сегодня зуб болит. Минувшей ночью из Москвы отбыл товарный состав шерстопятыми бурундучками. О других подарках, не понравившихся президенту, смотрите в следующих выпусках новостей. Лежат в постели мужчина и женщина. Он говорит. Ну и как тебе моя эрекция? Она отвечает. Супер. Он говорит. Ну так, ручная работа. Три часа ночи муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно, поддатый. И говорит. Друг, пойдем со мной. Тут рядом. Поможешь меня толкануть. Тот говорит. Мужик, ты что, охренел что ли? Три часа ночи. Иди нахуй. Найди кого-нибудь другого. Муж ложится спать в постель. Жена спрашивает. Кто приходил? Тот говорит. Да какой это козел. Застрял. Просит его толкнуть. Я его послал. Жена говорит. Ты просто зверюга какой-то. Ты помнишь, как у нас мотор заглох. Да под дождем. И нас какой-то парень целый час толкал. А? Ты что, человека выручить не можешь? Муж опять матерясь, вылезает из постели. Одевается. Выходит во двор. И в полной темноте кричит. Мужик, ты где? Из темноты. Здесь я. Иди сюда. Тот говорит. Да где здесь? Ну здесь, на качелях. Шестнадцатилетний пацан приходит первого числа домой. Мать спрашивает. Ну как сынок отпраздновал? Сын говорит. Ну как всегда, перепились, потом перетрахались. Мать спрашивает. А девочки были? Народные приметы. Знайте, что перед дождем муравьи быстро-быстро бегают по муравейнику, закрывают все входы и выходы, и при этом негромко матеряться. Три недели после свадьбы. Молодая жена звонит матери, вся в слезах. Мама, мама, я просто не знаю, что делать. У нас тут такая семейная сцена разыгралась. Просто ужас. Мать говорит, спокойно, дочка, не расстраивайся. В каждой семье когда-нибудь возникают первые споры, конфликты. Да, я это знаю, мама. А с трупом что делать? К одеситу подходит приезжий с чемоданом и говорит. Скажите, если я пойду по этой улице, там будет железнодорожный вокзал? Одесит отвечает. Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете. Ну и как ты себя чувствовал во время первого парашютного прыжка? Как птица. Лечу и гажу. Лечу и гажу. Иван Сусанин говорит полякам. Мужики, водки не обещаю, но погуляем охуительно. Это неописуемо, сказал собака, глядя на Баобаб. Иван Сусанин говорит полякам.